Всем привет! В сегодняшнем видео мы будем настраивать Google Play для того, чтобы наш телефон меньше раздряжался. Плюс покажу вам и мы включим новые скоротные настройки про утика Chrome на своем телефоне. Итак, магазин и приложения, как и остальные сервисы Google, без должной настройки потребляют большое количество энергии, из-за чего наш телефон начинает быстро раздряжаться. В основном это случается по причине большого количества активности, то есть это фоновых задач. Поэтому я решила показать вам, как настроить Play Market Google Play Store и отключить бесполезные настройки, которые только и делают, что раздряжают батарею нашего телефона. Поэтому досмотрите, пожалуйста, это видео до конца. Итак, в поисковой строке настройки введите доступ ко всем файлам и найдите в появившемся меню приложения Play Market. Следующее меню уведомления, отключите пункты, то есть это платежи, акции, рекомендации. Как таковой оплаты, как бы в Play Market сейчас нет, а без акции, рекомендации будет только лучше. Запуск икры во время скачивания. То есть это поддерживается малым количеством приложений и не позволяет использовать все возможности нашей икры. Доступные обновления. То же самое отключите в случае, если не используете автоматическое обновление. Установленные обновления, то есть уведомляют о том, что приложение обновлено. Нужно ли это вам, решайте сами. И следующее этап обслуживания. То есть пригодится в случае, если для работы Play Market, а Google Play требуется обновление. После этого откройте магазин приложений от Google и в боковом меню найдите пункты настройки. Следующее в меню общие, настройки аккаунта и устройства, отключите просылку Google Play. То есть в настройках уведомлений проверьте, чтобы пункт приложений и скидки был отключен. Следующее в меню отзыва Google Play откажитесь от участия в опросах о приложениях и акциях. А затем отключите настройку оптимизации установки приложений, так как она отправляет в Google информацию, всю об установленных на вашем телефоне приложениях и их использовании. Следующее в пункте настройки подключения я отказалась от автообновления и автоматического воспроизведения видео на страницах приложений через мобильный интернет. Кстати, в следующей версии Google Play маркета станет доступна также функция синхронизации установленных приложений между телефонами. Или она уже у вас есть, но вы об этом не знаете. То есть это будет достаточно сделать одно нажатие на экран и большинство приложений с одного телефона автоматически закрусятся на иной, с тем же аккаунтом. То есть это удобно при переходе на новый телефон. И напоследок это две новые настройки Chrome. Первое. Если не вдаваться в технические нюансы, то эта настройка препятствует раскрытию данных пользователя при работе с браузером. Поэтому, чтобы включить эту новую функцию, на странице с настройкой Flux введите в поисковой строке Encrypted Clean Hello, после чего нажмите на кнопку Default и включите пункт Enabled. После телефон попросит перезагрузить браузер нажатием на кнопку Relaunch. Настройка работает и на телефоне, и на компьютере, то есть начиная с версии 111.0.556.3.115. Следующая, одна из фишек Control 14 также станет возможность помещать любое приложение в режиме картинка в картинке. Или уже есть. И так как Google Chrome получает все системные инновации, в него уже добавили данную настройку, но скрыли от глаз обычных пользователей, о чем я и говорю, что возможно она у вас есть, но вы о ней не знаете. Поэтому, чтобы включить, обновите браузер на версии 120.0.6099.144 в Play Market. Позже откройте приложение и зайдите в меню Flux. После этого наберите в поисковую строке cct-minimized и переведите настройку в состоянии Enabled. Затем перезагрузите браузер кнопкой Relaunch. И новинка из Android 14 будет это доступно на вашем телефоне. Теперь, когда в любом из сторонних приложений вы нажимаете на ссылку, и страница открывается в окне Chrome, в верхней части появляется вот такой значок. После нажатия окно сворачивается, что позволяет пользоваться остальными приложениями, не закрывая страницу на телефоне. Я использую данную функцию и могу сказать, что стало намного удобнее использовать свой телефон. Поэтому обязательно воспользуйтесь этим. Спасибо всем, кто остается на связи. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok